Халло-халло! Привет всем, кто изучает немецкий язык. Друзья, хочу сегодня вам рассказать особенности слова fallen. Немецкое слово fallen, если в таком своем первоначальном виде обозначает падать. Ну вот что-нибудь там у вас где-нибудь, sie haben die Flasche aufgemacht und ist gefallen. Упала крышечка. То есть само значение fallen это просто падать. Fallen, fiel, ist, gefallen. То есть переместилось, как бы изменилось состояние в Perfekt с глаголом sein. Но теперь, если мы будем к этому слову добавлять приставочки, сейчас будет кардинально изменяться смысл наших слов. То есть нужно запоминать совершенно новое слово в совсем другом значении. И начнем мы с усиления падения. То есть опять можно hin fallen туда упасть, можно zurück fallen назад упасть. То есть те приставочки, которые мы отрезаем, они немножечко усиливают это действие. Но сейчас будет два супер слова, которые ничего общего не будут иметь значением fallen. И вы сейчас прозреете, приготовились. И новое слово, которое вы сейчас запомните, это auffallen. Да, мы здесь распространяем кусочек, приставочку, которую etwas fällt auf. И теперь осталось разобраться, так что куда сейчас будет падать. А падать оно будет именно нам в глазки. Auffallen – это бросаться в глаза. Ну, опять-таки, если привязать значение падать, да, прям что-то нам попадает в глаза. Вы идете по улице, и там какой-то вычурный дом или какое-то здание, или человек может быть какой-то странно одет. И вот он fällt mir auf. То есть он как бы бросается в глаза. И теперь можно сделать отсюда прилагательное. Er ist auffällig. То есть какой, да, вот такой прям броский, яркий. Tragen Sie auffällige Kleidung. Может быть вы носите что-то такое броское, яркое, падающее, попадающее в глаза. Итак, auffallen – это вот просто бросаться в глаза, да. Показываю, чтобы es fällt mir etwas auf. И второе слово тоже будет очень смешное. И это будет einfallen. Теперь мы уже видим приставочку ein – цельное слово. Einfallen – запоминаем его именно как попадает, падает, бросается что-то в голову. То есть нам приходит в голову, если вы что-то забыли. Ой, ich habe vergessen, wie dieser Stadt heißt. То есть вы забыли название города. Или можно другими словами теперь сказать с глаголом einfallen. То есть мне не падает в голову, мне не приходит в голову. Как же называется город? Es fällt mir nicht ein, wie dieser Stadt heißt. Einfallen – это как бы вспоминать, да. То есть то, что вы nicht vergessen. То есть в принципе они очень близки, по значению забывать, да. Или наоборот не забывать. И у этого слова можно сразу же взять синонимы. Первое – это sich erinnern an. Erinnerung – это наше воспоминание. Как бы воспоминаюсь, он еще возвратный. Ich erinner mich nicht daran, wie deine Stadt heißt. Я не могу вспомнить, как же называется твой город. Sich erinnern an. Второе – это когда мы vergessen, что-то забываем. Ну или nicht vergessen. Oh, ich habe vergessen, wie deine Stadt heißt. Или вот этот сегодняшний глагол. Es fällt mir nicht ein, wie deine Stadt heißt. То есть мне не приходит в голову, не могу вспомнить, как же называется твой город. Итак, эти два глагола были с отделяемыми приставками. Да, еще раз. Если что-то вам в глаза. Auf – auf fellisch, fällt auf. Отрезаем. Теперь, если что-то вам приходит в голову. Fällt ein – einfallen. Отделяемое. Но также еще можно взять слово gefallen. И теперь, добавляя приставочку ge, вроде бы к нашему известному уже корню, да, с которого мы сегодня начали. Но теперь полностью меняется значение слова. И эта приставочка безударная. Это значит, что она срослась корнем, и мы ее не отрезаем. И особенность этого глагола будет заключаться в том, что он… Это, во-первых, переводится как «нравится». Но особенность его будет заключаться в том, что мы его делаем как бы перевернутым дативом. Не я нравлюсь кофточке, салатику, а что-то нравится мне, тебе, то есть кому дательный падеж. Например, мы говорим о предмете каком-то. Die tasche gefällt mir. Oder dir, oder ihnen. Wie gefällt ihnen meine tasche? Нельзя сказать «я нравлю сумочки» или кому-то, да? То есть gefallen. Es gefällt – это значит, что что-то нравится кому-то. И еще один глагол, который также будет созвучен с нашим сегодняшним корнем – fallen, и он заслуживает особого к себе внимания, и это entfallen. Entfallen – это как бы отпадать, выпадать, например, что-то выпало в осадок. Но чаще всего вы его можете встретить, если, например, какая-то встреча или ваше мероприятие или урок в школе отпал, выпал, да? То есть учитель не пришел, и детки радуются. Oh, mat ist heute entfallen. Entfällt – отпадает. То есть урок математики отпал. Und warum entfällt dieser unterricht heute? Почему отпадает приставочка ent, ge, fer, be? Они безударные, и они не отделяются. То есть мы их всегда пишем вместе. Не отделяем также при помощи ge в нашем партиципе. Вы теперь четко себе разделите их сферы применения, запомните и будете использовать правильно в речи. На этом все. Желаю вам alles gute. Tschüss. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok